2 ноября начальник полиции Копейска Алексей Васильев встретился с журналистами городских средств массовой информации. Основными темами пресс-конференции были обозначены итоги работы отдела, профилактика преступлений и правонарушений. Но уже с самого начала разговор принял иной оборот. Участники встречи говорили о престиже полиции, рассуждали о формировании положительного общественного мнения о стражах порядка. На систематической основе мы проводим опрос граждан. Здесь мы привлекаем и общественный совет, здесь мы привлекаем и ветеранов, и специалиста по связям со средствами массовой информации. Мы не требуем, чтобы и не просим, чтобы указывали свои анкетные данные, какие-то установочные данные граждане. Мы просто раздаем анкеты, вопросы разработаны не нами, пожалуйста, ответьте на эти вопросы. По ряду показателей, буквально мы, наверное, может дня 3-4 назад подводили итоги, потому что готовили же отчеты, отчетный период прошел 10 месяцев. Мы посмотрели по ряду направлений. Где-то в основном наблюдается положительная динамика, и порядка, наверное, 50-60% респондентов уже относятся к работе полиции, скажем так, в лучшую сторону. Случаются в полиции и жалобы на действия сотрудников. По твердому убеждению Алексея Васильева, в каждой ситуации нужно разбираться индивидуально. В ряде случаев виноваты полицейские, в других граждане сами забывают о своих обязанностях. Иногда виной всему банальное недопонимание. Профессиональный уровень сотрудников надо повышать, и надо, чтобы сотрудники выполняли свои обязанности в соответствии с должностными инструкциями. Тогда, я так думаю, и авторитет, и общественное мнение будет повышаться. Хотя, с другой стороны, посмотреть, если на эту проблему немножко с другой стороны, то не только сотрудники полиции должны выполнять свои обязанности, но и простые граждане должны выполнять те обязанности, которые на них возложены, Конституция в первую очередь, да, и всем остальным. Одна из основных задач полиции – охрана общественного порядка. Сотрудники Копейского отдела ищут различные способы её решения. Большую помощь могут оказать народные дружины. Сейчас полицейские ведут переговоры по организации таких подразделений на базе нескольких предприятий. С недавних пор работа дружинников узаконена. Определён алгоритм взаимодействия с органами внутренних дел. Также установлены и формы поощрения. Например, общественникам-правоохранителям положены несколько дополнительных дней к отпуску. Сейчас работа по организации дружин только началась. Сформирован один отряд. Работу надо в целом нам активизировать. То количество есть, которые на сегодняшний день добровольные дружины – 26 человек – это капля в море. Потому что те преобразования, которые прошли, я имею в виду реформы системы МВД, те преобразования, которые будут ещё возможны, которые продолжаются сейчас, Они сами требуют от нас активнее работать с дружинниками, активнее вовлекать население к охране общественного порядка. Ну и плюс, меняется законодательство, наши обязанности, функции меняются. И мы не сможем каждому объекту, допустим, приставить полицейского. Мы не сможем в каждый двор поставить полицейского, чтобы он смотрел летом, чтобы там не пили на лавочках, на детских площадках. Сюда надо активнее вовлекать народные дружины. А на вопрос журналистов, полицейский – это работа или служба, Алексей Васильев ответил однозначно. Полицейский служит народу 24 часа в сутки. В законе полиции это чётко обозначено.